Добрый день! Сегодня мы будем делать блюдо арагунской кухни. Сегодня мы будем делать свинину по-рагунски. Свинину мы будем использовать вырезку, но в принципе можно использовать любую свинину, но без жира, чтобы это было просто мясо. Итак, у нас здесь полкило свинины, вырезка свиная. Мы ее порезаем такими медальонами. Потом нам нужно будет лук, у нас здесь одна утренца, чеснок, два зубчика. Нам в конце сам. Хамон. Здесь нет хамона, ну сделайте без хамона, в общем-то. Хотя хамону совсем ничего надо, такими несколько ломтиков. Потом нам нужен будет томатный соус, петрушка, ложка столовой где-то муки, лавр-лист, где-то 200 грамм, 200 миллилитров мысного бульона, 75 миллилитров коньяка, оливки зеленые, черные. Знаешь, оливки зеленые, черные, это по вкусу. Как хотите, можно положить только зеленые, можно положить черные, мы положим эти и другие. Сейчас мы нагреем сковородку, ну естественно, нужна будет оливка, масло и соль и перец. Сейчас мы нагреем сковородку. Пока у нас нагреется, мы посолим и поперчим мясо. И когда у нас сковородка будет горячей, мы обжарим свинину. Так, и перец. Значит, потом мы ее, когда поставим, перец посолим с другой стороны. Значит, с ним, ну как всегда, не будем обжаривать до готовности, а просто обжарим ее, чтобы у нее появилась, скажем так, румяная корка. Ну и так. Ну и сейчас мы будем обжаривать. Сейчас мы посолим с этой стороны, поперчим тоже, и мы обжарим ее. Так, мы обжарили мясо, вытащили его все. И теперь мы сюда положим сначала чеснок, буквально на несколько секунд, чтобы он начал обжариваться. И потом положим сюда, смешаем с маслом, чуть-чуть совсем. И сюда мы сейчас положим лук. И теперь мы будем обжаривать лук с чесноком. Так, лук у нас обжарился. Теперь мы сюда добавим на муку. И перемешаем ее и тоже где-то, ну минутку пожарим, чтобы у нас мука поджарилась, чтобы она не была сырой. Так, муку мы обжарили, теперь добавляем все в конец. И конец, значит, пока у нас не выпрят с алкоголь. Теперь мы добавляем сюда 2 столовые ложки томатного соуса. Одну. И вторую. Все это перемешаем. Так, и теперь добавляем сюда бульон. Сейчас мы это все размешаем. И дадим закипеть. Так. Добавим немножко температуру. Так, и теперь положим сюда мясо. Так. Распределим по всей сковородке. Так. И доположим сюда лавровый лист. Два листья. Так. Один. И второй. Так. У нас прошло 10 минут. Сейчас мы положим сюда хамон. Так вот, раскидаем его. И оставим еще минут где-то на 10. И потом попробуем соль. Потому что хамон соленый. И он даст свою соль. Если мы сейчас посолим по вкусу и потом положим хамон, то это будет... В общем, может быть пересолено. Вернее, не может быть, а будет пересолено. Сейчас мы это оставляем. И минут через здесь попробуем уже, как будет все для нас. Так. У нас осталось 5 минут. Мы здесь порезали петрушку. Сейчас мы это посыпаем петрушкой. По всей поверхности. И добавим сюда, во-первых, оливки. Черные и зеленые. Я еще раз говорю, кому нравится, могут добавить только зеленый. Кому нравится только черный. Почему-то здесь нет никакого правила на этот счет. Чтобы мне одни и черные вылезают. Зеленые тоже сейчас есть. Вот сейчас зеленые пошли. Так. Так. Зеленый здесь не хватает. И оставим оставшиеся 5 минут. И потом, совсем, когда мы уже выключим, у нас приготовится, выключим, поставим, положим яйца. Мы порезали яйца здесь. Яйцо вернее. И положим сюда яйцо. И на этом деле мы накроем немножко крышкой. Буквально 5 минут. Уже при погашенном огне с яйцом, чтобы она просто тоже согрелась. И начнем есть. Итак, как я уже говорил, мы выключили огонь, положили сюда яйцо, накрыли крышкой, подержали где-то минуты 3. Сейчас мы это разложим в тарелки и будем есть. Итак, наше сегодняшнее блюдо, это свинина по-арагонски. Всем приятного аппетита и пока. Приятного аппетита, пока. Субтитры сделал DimaTorzok